Всем привет, с вами Happy Wolf, и, как я и обещал, я делаю небольшой обзор на игру BitHazard. Изначально стоит упомянуть тот факт, что на деле мы имеем не так много ритм-игр, как хотелось бы. Ритм-игр это такой жанр, где геймплей плотно привязан к музыке. Единственным достойным конкурентом в данной отрасли является, пожалуй, один лишь аудиосерф, который был выпущен в 2008 году, и первое место по сей день уступать не собирается, так как не так давно была выпущена вторая часть, по которой я вроде как что-то даже записывал. Но BitHazard сдаваться и не собирается, потому что на пору, под которым он будет пускать яркие вспышки в ваши глаза, аудиосерф может только позавидовать. И причем все так же под любую выбранную вами композицию. Идея подобных игр в том, что чем энергичнее вы выбираете музыку, тем больше всего у вас будет происходить на экране. В случае с аудиосерфом это влияет лишь на скорость спуска вниз по горке. А вот в BitHazard все намного интереснее. Если ваши уши насилуют какой-нибудь хардкор или дабстеп, а то и вперемешку, то орудия вашего кораблика будут работать на полную мощность. Когда же музыка перестает играть или плавно затухает, то все вооружение на вашем корабле начинает срать лазерными контейнерами, потому что их КПД падает почти до нуля, а вот враги атакуют пущу прежнего, и просрать последнюю жизнь на последней секунде тут обычное дело. Я сразу скажу, что BitHazard следует покупать только с дополнением под названием Ультрам. Это стоит запомнить тем, кто в будущем захочет игру приобрести. Итак, чуть-чуть углубимся в игру. BitHazard был выпущен в 2009 году, и насколько я помню, в Стиме его на тот момент не было. Это сейчас на заветный сервис можно попасть с любым инди-говном благодаря Гринлайту, а раньше все было несколько сложнее. Но не суть важна. С этого момента игра не потерпела кардинальных изменений, но была добавлена куча всяких фишек на вроде новых боссов, режимов, перков и так далее. В общем, когда у разработчиков закончились деньги, они сделали аддон, где стало возможным увеличивать какие-то визуальные эффекты до 200%, а количество врагов до 300%, отчего ваши глаза, конечно же, скажут вам большое спасибо. Задача в игре примерно такая же, как в игре Space Impact на Nokia 3310. Пилотируете кораблик, уничтожаете все, что появляется на экране, иногда встречаются боссы, их тоже надо пинать. Все. Помимо этого, еще есть особая шкала громкости и мощности, которая заполняется бонусами. Но чтобы вы не раскидывали всех направо и налево, как Чак Норрис, в аддоне были добавлены несколько новых противников, а также жирные боссы, которые могут плеваться лазерами не хуже вас самих. На выбор вам предоставляется целый космический флот из разнообразных корабликов, каждый со своими особенностями и вооружением. Один представляет из себя какого-то шустрого клопа, который за 3 секунды по диагонали пересекает экран, второй наоборот, толстый и неповоротливый, но зато хреначит все, что ему попадется на пути. А третий так вообще оснащен системой самонаведения, вследствие чего мышка вам понадобится только, чтобы запускать ядерные бомбы, которые, впрочем, активируются пробелом. Конечно, при всем этом изобилии я вас сразу разочарую, потому что половина из этих корабликов нахрен не нужна. Быстрый кораблик может быть и хорош, но он сливается с маленькими врагами. Самонаведение может, конечно, штука классная, но де-факто вы отдаете управление своим оружием искусственному интеллекту, который вообще не пойми как выбирает цели для атаки, и посему, как бы вы ни старались, по башке могут настучать запросто, особенно на последнем уровне сложности. Помимо выбора кораблика, можно выбрать режим, в котором мы будем играть. Это может быть обычная баталия длиной в одну песню, выживание до победного конца, режим уничтожения боссов, или режим с бесконечными жизнями оружием, но очки там не зачисляются. Также есть онлайн-режим для двух игроков, где один может играть с клавиатуры, второй с джойстика или оба с джойстиков, и также онлайн-кооперативный режим, в котором все равно никто не играет, но зато можно сыграть с друзьями по сети, если предварительно договориться. Далее перейдем к перкам и бонусам. Две эти темы фактически являются одним и тем же, потому что одно вытекает из другого, и что вы там понадкрываете себе вообще не важно, рано или поздно вы разблокируете все. Любая модификация открывается с помощью внутриигровой валюты, которая выпадает из убитых врагов, на нее вы и приобретаете все, что душе угодно. В основном это, конечно, всякие бонус-бустеры, благодаря которым вы сможете грести с одной песней миллиона очков, но есть еще дополнительные жизни, дополнительные всеразрушающие бомбы, самонаводящиеся ракеты, релятивистская струя, которая превращает ваши и без того сильные лазеры в нечто еще более ужасное, а также силовой щит, поглощающий весь урон, ну и так далее. Все эти способности имеют несколько подуровней, так что играть вам придется очень много, чтобы проапгрейдить все, но оно того, безусловно, стоит. Изначально, конечно же, стоит приобрести модификаторы громкости и мощности орудий, чтобы с первых же секунд у вас был активирован режим бит-хазард, с которым вырезать врагов становится очень-очень легко, а уже после этого можно приобретать все, что угодно. Что касаемо бонусов, которые валятся вам в игре, то игровое количество очков, которое вы получите, в конце концов, зависит, во-первых, от уровня сложности, который вы выбрали, во-вторых, от количества визуальных эффектов, которые вы, опять же, выбрали, ну и, в-третьих, от специального умножителя очков. Умножитель очков – это то число, на которое будет умножаться награда за каждого убитого вами врага. И, чтобы грести бабло лопатой, нужно постоянно поднимать специальные бонусы с цифрами, которые пополняют этот самый умножитель. Также для этого есть специальные перки, которые на максимальном уровне сложности и будут давать вам миллион очков за одну песню. Помимо этого, из врагов еще выпадают дополнительные ракеты, супермощные лазеры и силовые щиты, если таковые у вас куплены и экипированы. К слову, купить-то, может быть, можно и все, но унести с собой можно только определенное количество перков. Поэтому выбирать придется в зависимости от ваших целей. Хотите затариться оружием по максимуму – покупаете перки ракет, лазера, щитов, все это прокачиваете на максимум и идете в атаку. Но тогда не ждите каких-то чудес от финального счета и умножителя очков. Наоборот, скинули все оружие и активировали перки на богатство – окей. Хорошо, будет отличный счет, но если вы ни разу не умрете за всю игру. А для этого нужно очень сильно постараться, потому что на максимальном уровне сложности придется нелегко. Во всем нужно искать компромисс. Если вы хотите набрать хороший счет, то вам никогда не понадобится, например, лайфбустер, который занимает целую ячейку и дает вам две дополнительные жизни. Зачем вам две дополнительные жизни, если смерть тут – это потеря очков и уничтожение своего финального счета? Как бы если вы играете на рекорд, то нужно не умирать любой ценой. И вот на этот самый освободившийся слот можно поставить, например, дополнительные щиты, поглощающие урон, которые будут намного полезнее и обеспечат вам выживаемость, которая так необходима. Поскольку мы решили, что умирать не надо, то в довесок устанавливается множитель выживания, который дает дополнительные очки за аккуратность. Точнее не за аккуратность, а за выживание, не знаю, как это называется, не помню уже. Так, ну и что в итоге осталось-то? В битхазард есть система достижений, есть карточки, есть огромное количество визуальных эффектов, которые при длительной игре окажут негативное влияние на ваши глаза, так что выставлять мощность вспышек больше, чем на 100%, я не советую. Ну и играть там больше минут 20-30 в день тоже не следует. Как бы неважно, если у вас предрасположенность к эпилепсии или нет, яркие вспышки при длительном воздействии на сетчатку глаза нихрена хорошего вам не подарят. А вот неприятные ощущения очень даже. Об этом, кстати, написано при заходе в игру, правда на английском языке, так что увлекаться битхазардом не стоит, как бы об этом сами разработчики даже говорят. В остальном же все отлично. Это одна из моих самых любимых игр, и, конечно же, я бы порекомендовал ее всем, кто хочет связать, так сказать, свою любимую музыку непосредственно с происходящим на экране. Ну а на этом я с вами прощаюсь, с вами был Хэппи Вульф. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи.